Русский народ богбоязнен, смиренен. Да-да, смиренен. Смиренно и тиха Россия. Смиренно и тиха Россия. Мы здесь не одни, и потому я вам отвечу. Вы слышите, господа, что утверждают ученые-славянофилы, устами которых глаголит потомственное барское. Господин Билинский. Да что ж, по-вашему, русский народ смирением и молитвой наголову разгромил ливонских рыцарей на льду Чудского озера. Кротостью прогнали Монаполеона и освободили Европу. Ломоносов богобоязненностью на много лет опередил современную ему мировую науку. Совершенно справедливо. Я уже давно с ними спорю. Сущность вопроса, господа, к какой цивилизации мы должны приобщить Россию. К французской, немецкой или, быть может, к английской. Народ наш невежественный, дик. Одни здесь лапчу кланяются, и из русского богатыря делают дурачка юродилого, а другие в рабском восторге перед Европой поползли. Но позвольте, Европа показала нам пример, озарила светом. Каким светом? Светом гуманности. Светом гуманности? Да вам что же, сударь, нищета селевских ткачей понравилась, что ли? Трущоба Манчестера? А сияна, по-вашему, светом гуманности? Тут я с вами согласен. Нам нет дела до Европы. Неправда, нам есть дело до Европы. Нам есть дело до всего передового, что есть в Европе. Вы опять клевещете на Россию. О, Россия особый путь. Путь России промыслом Божиим предопределен. И наша гордость в том, что русский мужик без вашей грамотности жил, живет и будет жить. В этом наша национальная гордость. Да, в ней грамотность. Гордость в том, что не на зыбучем песке науки, а на границе веры святой мы стоим. В гордость в единомыслии сословий. В извечной покорности младшего старшему. Покорности? Да. Младшего старшему. Почтительный покорность. Младший это народ, а старший это вы, боярин. Вот вы и высказали, наконец, самое свое сокровенное желание. Не понимаю. Темная, невежественная Россия и покорный вам, именно вам, парам народ. Вы знаете. Напрасно ваши проповеди, господа славянофилы. Не назад к домострою будет путь нашего народа, а пойдет он вперед путем, не имеющим ничего общего ни со смирением, ни с покорностью. И более того, путь русского народа станет путем всего человечества. Пока мы с вами боярские обычаи славим, он всю Россию взбаламутил. У них тысячи подписчиков. Его статьи наизусть учат, а наш...